здравствуйте течение пары лет на моем канале силу разных обстоятельств как ютубом так и мной были удалены почти с десяток роликов на самые разные темы том числе и стримы сами знаете сейчас время непростое и даже из одного сказанного слова могут быть серьезные последствия но даже по прошествии некоторого времени как я посмотрел мои удаленные ролики и стримы вполне еще и актуальны и дают самую различную ценную информацию поэтому я постепенно намерен восстановить их чтобы не были утеряны но только подрежу в некоторых опасных так скажем для моего здоровья местах тем более удаление незначительные и не портит картины в целом хочу обратить внимание что сегодняшний восстановленный стрим довольно длинный провел я его в мае двадцать первого года конечно было много чего сказано и конечно по моей исследовательской деятельности но самое главное не в этом примерно после одного часа и двух минут я в очередной раз заикнулся о глобальном плане который мне стал известен еще в 1992 году об этом я неоднократно напоминал своих выпусках но тут особый случай все что в стриме мною было сказано более двух лет назад оказалось на сто процентов пророческим кроме того об этой истории про посвящение в глобальный план и заикался более четырех лет назад в июле девятнадцатого года то есть еще тогда когда мир вообще ни о чем не помышлял и существовал относительно свободно и мирно кстати на курсах по парапсихологии нам рассказывали про будущее то которое уже сейчас именно говорили что будет лет через 30 тогда многие из нас скептически к этому относились и посмеивались не особо веря так вот мне сейчас уже не смешно так как те предсказания выполняются один в один мы на занятиях естественно многое что конспектировали но я еще привез с собой диктофон на микрокассетах и записал многие часы лекции надеюсь что там есть эти предсказания в записи и как я уже множество раз предупреждал судя по глобальному плану все только начинается но это еще не все в дополнение к стриму есть тут еще одна фраза которая также оказалась пророческой уже лично по моей жизни примерно после одного часа 35 минут где сказал что связи с произошедшим двадцатом году в нашей стране я жду когда ко мне могут постучаться так и произошло через месяц меня вызвали на допрос а еще через два пришли с обыском изъяли некоторое оборудование винты и мобильники вероятно из-за большой загруженности меня не трогали еще год снова пришли с обыском и снова изъяли компьютеры и мобильники тут уже система закрутилась и на меня стали конкретно шить дело даже не белыми нитками белоснежными оказалось его возбудили еще в январе двадцать первого года по несуществующему эпизоду конца двадцатого дальше суды и приговор полтора года домашнего ареста вот уже более года я сижу дома без права выйти за дверь разрешен только час сутки до почти все изъятое вернули кроме одного винта на котором якобы что-то нашли но для меня он оказался самый ценный так как на нем находилась большинство моих рабочих семейных архивов много чего пришлось восстанавливать вот так вот а теперь стрим всем привет надеюсь меня слышно ну что сегодня уже прошло четыре месяца я четыре месяца назад января проводил стрим и рассказывал вам про глобальные проблемы также как и год назад если вы помните кто год назад меня слышал когда все это началось вся эта беда глобальная явно говорил много чего странного и к сожалению она на сегодня все сбывается как я и рассказывал ну напомню что еще почти 30 лет назад когда я обучался парапсихология нам рассказывали что будет через 30 лет и к сожалению все так и получается даже становится страшно того что как будто бы прочитал книгу 30 лет назад и вот сейчас по этой книге все происходит так что как я вам говорил год назад все только начинается поэтому мы должны как-то мобилизоваться с этим всем и становиться на путь выживания я уже год пытаюсь с этим бороться всем что-то мы придумываем что-то мы как-то влияем но наш нас слишком мало чтобы что-то серьезно делать поэтому вот я выдаю стараюсь все выдавать вот как прошлое видео я показывал вам вот поэтому очень сильному и оригинальному устройству обязательно старайтесь делать кто как может как производство какое что делаете это одно из сильных самых сильных спасительных цепей которые может помочь очень сильно я уже по моему достаточно там все рассказал и показал да всем привет лицо не видать да почему я от вас прячусь вы данные на все тут точнее не я прячусь от вас а я прячу вас от себя если так уж откровенно говорить вот если и кто-то задается вопросом так автофокус не вырубил вот это плохо конечно дело в том что я бы не хотел в открытую вещать на вас потому что не проблема в том что вы меня видите а проблема в том что я на вас смотрю и от этого могут быть проблемы для вас а я не хотел бы очень чтобы их мое влияние так как мы сейчас будем разговаривать о многом негативном как и прошлые вот болезни все эти дела все эти проблемы то что с нами творится и происходит и глобальная вообще система которая на нас дает сверху это все выплескивает негатив и если я буду себя показывать и этот негатив буду переводить на вас я бы этого очень не хотел так как все что я сделаю плохо для кого-то она вернется ко мне ну вы должны об этом знать уже наконец-то хотя если люди которые до сих пор в этом не понимают не верят и не признают но очень зря мы сейчас вы живем именно в таком мире который переходит вот на это глобальное влияние это что мы живем стиснутые со всех сторон вот так вот это уже наша трагедия беда а то что происходит как я вам уже говорил то что через 30 лет как и нам вещали это же сейчас происходит вот именно вот все эти вакцинации так не хотел бы эти слова говорить потому что опять сами понимаете в общем то что над нами пытается делать то что над нами экспериментирует и нас заставляет все делать это вот есть то цепочка которые вот нам поведали еще 30 лет назад именно все сценарий один к одному происходит что творится с религией что творится вот с окружающим пространством что делают из людей как их превращают в каких-то анабиоз сплошнейший вот это страшное все происходит и это будет дальше происходить и дальше будет ужесточаться тут уже даже нету второго варианта и причем об этом поведали как я уже напоминаю еще раз старцы которые вот 30 лет назад нам рассказывали про старцев которые об этом говорили еще 50 100 лет назад то есть представьте себе что об этом уже знали что произойдет сейчас еще сто лет назад а нам просто поведали об этом и вот то что религия сейчас абсолютно никакого отношения точнее не религия а тех кто там находится они никакого отношения к религии не имеют ни к вере ни к чему это все паразиты они просто настолько туда вникли ну вот как сейчас мы все боремся с грибком с плесенью с грибками вот с этой всей заразой которые вокруг нас и внутри нас внутри нас такой кишит это все вот из-за того что происходило и снаружи именно вот эта система инфицированная и глобальная вот она представляет из себя грибницу вот эту мощнейшую паразитическую которая нами кормится и вот происходит такое что сейчас наступает час пик когда решается или мы или они то есть или они нас пожирают но вы наверно уже сильно наслышаны по этому всему поводу что происходит и как но к сожалению проблема в том что идет очень много дезинформации и вбросов по этому поводу вот как вот год назад вот надо мной смеялись и вот ноги и даже помню по стриму что нету этого ничего это все выдумано это все придумано никто ничем не болеет на самом деле все это ерунда не тут мои ближайшие родственники на меня смотрели и смеялись меня переливод май июнь месяц и все закончится это вот февраль и марте когда-то вот начиналось это все равно вот я им говорил про то что будет дальше еще хуже и это не один месяц продолжится не два это будет это все только начинается вот пока сами не перезаболевали полностью пока все там не полегли семьями не прочувствовали на себе это все ну воспринимали все это очень несерьезно особенно вот страшно смотреть и вот самое было ужасно вот когда вот я смотрел вот я слежу за этим конечно все внимательно и вот самое ужасное когда вот всякие горлопаны я по-другому не называю их потому что это это вот паразиты самые вот они которые фактически это преступники вот они горлопанили вот я знаю что творится в беларуси я знаю что у нас происходит вокруг мне люди докладывают рассказывают очевидцы у меня самого сколько знакомых уже с этой проблемой столкнулись еще год назад я сколько помогал людям вот в этом отношении вот пока вот вот глобальные проблемы не стало когда целую больницу это мощнейшую огромнейшую больницу самую большую у нас городе отдали под эту проблему и когда там люди там вот я сам знаю этих врачей они там уже столько раз там подхватывали по 5 по 6 раз вот я говорю что вот эти вещи вот вот эти вот если мне это там просто косила и косила и до сих пор до сих пор люди говорят вот все вот ко мне стучатся там где-то там как-то гридов что-то тут гонишь что-то тут рассказываешь ребята все происходит вокруг нас и это все только начинается если мы не защитимся если мы не остановим вот это вот катастрофу она всех нас зацепит конкретно все только вот то что вот это вот было вот это все это все ерунда вот год назад сейчас то что происходит опять там где-то кого-то подкашивать что-то происходит это все ерунда беда в том что вот прошлый год все кто там подцепил еще так а вот на этом году уже сейчас те кто цепляют и не самого начала изгоняют эту всю дрянь уже когда доходит до исключительно ситуации вот у них потом сильнейшие осложнения идут и вот я сейчас людьми вот работаю боремся с этими осложнениями и стараемся не доводить вообще до этого состояния я вот вам уже показывал вот про это устройство посох очень сильно действует на это все людей подымают прямо от с кровати прямо вот все они там ну фактически все вот им осталось там всего ничего подымают посохом прямо вот-вот людей с кровати но уже проблема если вот люди очень сильно подхватили и вот на конечной стадии находились у них последствия идут огромнейшие и опять же то что происходит я вот уже говорил не раз что я вот сколько это происходит все я на себя ничего никакой никакой это вот заразы не на себя не одевал и не собираюсь одевать уже тут и были такие что недавно был магазине по накупил сходил там а там решили что вот надо ужесточить ну вот на кассе все бросил пошел не хотите не надо хотя я вообще по магазина мало хожу я больше на рынок потому что стараюсь покупать естественную еду нормальную они магазину но у нас еще в нашей стране еще более-менее можно купить что-то нормальное если знать конечно что это не то что там в россии это вообще что там творится я вообще не знаю как там люди выживают там просто под нужный корм и то же самое вот то что у вас пытается влить старайтесь ни в коем случае заразу в себя эту не допускать то что вам пытается впереди это это просто я просто я говорю не могу много что говорить потому что сейчас закроют просто канал и все вот но то что происходит это есть ужас ни в коем случае на это нельзя поддаваться старайтесь повышать иммунитет одна из самых ключевых вот возможности как повышать это конечно сауна это вот вот такие вот вещи заряжайтесь энергетические ешьте нормальную еду меньше мяса от мяса можно в принципе но если человек нормальный но когда он достаточно здоров могу какой то я мясо не ем фактически а только вот белая там курица и рыба так чисто для баловства будем так говорить это обязательно это все обрабатываете мясо она совершенно бесполезный продукт для организма поэтому чтобы там вы не оттуда не подцепили особенно там какой-то сырые все эти вещи обязательно обрабатываете обязательно просто она все бесполезное лучше уже поджарьте там сварить ну в общем термообработка полная лучше хоть бесполезно будет но она будет менее без опасное чем то что если вы начнете есть сырым особенно рыба это там что там творится в рыбе я вообще поражаюсь как как это можно вообще то есть у нас паразитов это хватает избавляйтесь от паразитов то что вот грибковые все эти дела то что на нас сидит и внутри нас она нас просто пожирает это все страшная беда чиститесь освобождаетесь только вот вот это сейчас может помочь так как мы загублены вот все это микрофлоры вредоносные вот особенно вот в носовых пазухах у нас там столько гадости всякой приходит и вот почему вот это вся вот это вот окружающее то что происходит подхватывает когда друг от друга вот из-за того что нос не справляется он не ставит барьер что происходит потом отмотаете послушайте что происходит вот и с носом надо бороться в первую очередь потому что это входное то сказать то что вот вся вот гадость которая вокруг нас она летает вот особенно вот эти споры грибковые все что тут куча вот эта вся плесень вот это все что вокруг нас где-то малейший вот на стенах на продуктах где-то чего-то что-то вот если чуть-чуть плесень появилась все эти споры они уже летают они вокруг нас все время и бесполезные да конечно останется зачем если мне если мне его не удалят то останется конечно вот и вся эта плесень она лезет в нос если у нас нос не защищен мы же и вообще дышать статьи вот дышать ртом только выдыхать можно запомните для себя вдыхать только носом а выдыхать можно и ртом ну когда довольно уже там где-то какие-то нагрузки большие а так только носом но опять же если у вас заложен если у нас забит и там торчат всякое вот эти вот вот медузы такие виде слезней то конечно дышать невозможно поэтому надо его очищать вот а чем очищать вот озон сейчас вот довольно довольно серьезно очищает вот мы я уже за несколько месяцев провели ну сотни экспериментов там не знаю даже может и уже и тысячи я уже задействовал людей всех вот тут заставляют дышать и соседи и знакомых вот через все причем комбинированно работаем игры с посохами и вот с этими гибридами у меня сейчас вот буквально вокруг меня несколько человек занимается все это вот через это все проходит вычищаются с устройствами сбора и передачи гаваха но во первых защищаться дело в том что опять вот опять и опять я же вам говорю про защиту вы энергетические должны быть защищены если вы энергетически не защищены вот вся эта гадость вода гаваховская ну и там подобно то за могильная ну и так далее вот это все вот это паразитическая энергетическая система она будет на вас влиять малейшая дырка в организме а в оболочке вот опять же ну что я могу сказать вот посох вот посох восстанавливает оболочку делайте посохи у меня люди присылают информацию видео фото пишут рассказывают как что чего там такие вещи ты вытворяет я я даже у меня ну не было возможности такое вытворить я вот буду делать одну из видео одно из видео буду делать про посохи и вот немножко тоже вот покажу там в и фото и видео материалы вот по поводу того что сейчас делают с этим и по вот этой глобальной проблеме и по грибковым заболеваниям по онкологии стоит на ноги причем конкретно ставят на ноги совершенно безнадежных больных абсолютно а почему оболочка именно оболочка защитная вам никакая гаваха не будет страшно вы можете прямо вот 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 этот вот этот храм бесовства которые сделали сейчас для этих высших самых черных вот можете туда во внутрь зайти вам ничего не будет если вы будете защищены но для этого должна быть конечно именно защита и опять же если вы ведете паразитический образ жизни вот если вот есть люди которые понимаете вот они в душе свои они без обмана никак не могут они вот живут тем что всех обманывают для них это подпитка но они вампиры энергетические этот обман для них основа я с этим соприкоснулся не знаю где-то еще с 14 15 лет я был ребенком еще таким которым был пайника там вообще я не понимал как можно вообще обманывать друг друга как это вот а потом конкретно столкнулся причем так страшно что ну потом я все это понял все это пересознал теперь меня обмануть очень сложно поэтому я вот и пытаюсь все это вот шушуру которая так занимается обманом на ютубе мы все вскрывать вот эти все нарывы вот это вот всю гадость эту которая есть потому что они представляют это вот как вот эти грибы на которые знаете наступаешь вот в лицо и они вот так вот там споры раскидывают вот наступил и все споры вы эти споры захватываете в себя вот дышите ими все вы заражены вот так же самое энергетически вот вы получаете информацию с ютуба вот все эти вот терханутые вот эти все вот это 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 паразитство вот они они страшнее чем онкология так мельтополь мобильные заблоки много роликов да с этими нано червями тоже не совсем понимаю по крайней мере я что-то посмотрел у меня микроскоп есть в общем-то специальные но пока я отсюда так не особо что-то увидел но я этого всего не ношу и мне это не знаю а у меня тут валялись какие-то там были я на них посмотрел там ничего не увидел может какие-то там надо женские дела посмотреть но как-то пока я к этому не очень серьезно отношусь тут или это опять пытается поднять волну дело в том что я же говорю сейчас идут сплошные вбросы со всех сторон специально для того чтобы люди заморачивались в эти два то есть ну вот столкнуть друг друга лбами и все вперед вот один схватился за это другой за это третий и вот они друг друга там вот дерябают бьют друг с другом там перетягивают эти канаты а ведь дело не в этом совершенно дело с абсолютно в другом пока вы сами себя не защитите пока вы себя не поставите вот ну я не знаю даже банальности спиртное вот алкаши это все это это паразиты если у вас вот я ну вы знаете наверно что я не пью не курю для меня вообще спиртное только not красное вино небольших дозах это вот как полезное вот тот вот так вот это раз в месяц зато и так чисто для но иногда чтобы надо надо иногда вот хорошее вино нормальное хорошее вино именно потреблять оно полезно для организма ну вот вот вам когда говорят на здоровье когда-то говорили вот с древних пор вам говорили про это они про бутылки или там литры то же самое курение вы все это тянете на себя вот вы открываете порталы энергетические через которые из вас вот вот так вот вытягивает все что можно и вот поэтому и существуют эти гавахи и все остальное вот кругом все на понатыкина я вам показывал же у меня видео есть где про свой город показывал и вам показал вот как вот что происходило вот когда у нас тут были эти вот год назад заварушка на 9 10 августа вот ну знаете на вот я вам показывал как у нас вот я живу в центре я живу в центре и вот у нас пересечении у нас кругом кладбище в центре а если где даже нету кладбище там захоронения которые просто не убирали там с войны немецкие захоронения еврейские хранения вот полу сколько уже до два года назад у нас прямо в центре от 500 метров от меня 600 точнее выкопали захоронение немцы расстреляли полторы тысячи евреев детей женщин стариков все вот насобирали здесь же было резервация полностью полностью вот концлагерь был прямо вот тоже в центре здесь здесь людей столько полегло прямо в центре и вот здесь кругом кругом это все вот конечно тут и смотришь на символы да тут сплошные символы вот это чернушные и вот это вот мафия который сидит вот вот там вот вот прямо вот вот между этими кладбищами вот они управляют всеми нами вот это все и есть да так и есть так что тогда потерями уже сказал нет горизонтально насчет посоха я жду я ж рассказывал вроде шуже сколько раз рассказывал у меня же есть да я вам выкладывал уже сколько раз методику у меня есть я специально разработал все у меня описание есть как пользоваться там конечно все горизонт должно быть именно параллельно телу должна стоять не для вот это это когда вы хотите просто расшатать что-нибудь да в организме но для того чтобы восстановить оболочку надо ставить именно вот так вот вертикально ну точнее параллельно телу так лежачие до позвоночнику ну позвоночнику впереди и сзади надо вообще крутится я всегда рекомендую вот ставлю посох не мне несколько человек сразу там в семью какой-то пришел с посохом поставил это все и вот они там вокруг мне хороводы водят чем больше вы крутитесь тем лучше вы наоборот вот то есть дело о том что когда вы стоите только одной стороной но это предварительно то есть надо сперва почистить вот здесь вот а потом надо спиной то есть позвоночник его прочистить полностью и вот и вы крутитесь вот туда-сюда и вот этот кокон вот ну как вот бабочка до кокон создает а нашего там наматывает заматывает и вот вы возле посока крутитесь вы именно вот так вот вот делаете такую оболочку места силы не но это сложный вопрос сейчас тут пока я не готов ответить потому что это отдельная тема давайте что-нибудь другое вот дальше я вот вам показывал вот я вам специально до прошлый выпуск сделал по поводу индикаторов и вторая половина мне будет очень интересно я вам покажу то что ну надеюсь вас должно удивить конкретно как этими индикаторами можно пользоваться что видеть то что вы не видите на самом деле и не можете как бы видеть ту энергию которая находится вот таких вещах и вообще не только таких вот просто взять вот что-нибудь лучше вот как вот видите вот гематит примеру вот и там все это энергетически можно увидеть при желании но надо вот немножко какой-то навыка какие-то вот до инструмент для этого иметь это вот я вам покажу ближайшее время я специально я думал перед стримом сделать выпуск но все-таки решил пока немножко еще поинтриговать таки дальше значит что еще почему значит я все по по стримам значит стараюсь сейчас возобновить значит меня что я уже говорил на прошлом стриме и что я готов к сотрудничеству то есть у меня разработан план полностью бизнес план потому как создать за несколько месяцев буквально предприятие и вот заняться вот всеми этими делами только не на таком уровне это все кустарщина вот то что вот я делаю вот это у меня как вот комплект такой вот вот этот генератор здесь это вот гибрид вы все знаете и вот посохи да вот они мне тут несколько штук ну вот и если я смогу выйти на промышленный вариант он будет совершенно по-другому все и но дело в том что так как я все занимался разработками то естественно у меня нету таких возможностей чтобы создавать самому лично предприятие а в наше время сейчас особенно у нас тут новато все но если бизнес делать пытаться у нас то есть не у нас а мне если я сейчас вылезу со своими делами вот так вот то есть как сам от себя то очень большое противодействие может быть если же это будет кто-то со стороны то есть мы сможем ну в общем у меня есть вариант как это сделать так чтобы это все заработало и через несколько месяцев мы могли вот помогать людям вот такими вещами конкретно но естественно на инвестиция то есть надо собой какой-то совместное предприятие чтобы но от старт до стадут 100-120 тысяч долларов где-то вложить в это дело это одно а так что тут после стоит просто мимо его два метра мама полтора дети польза всем до польза будет всем это особо не имеет значения просто вот вариант посоха который меньше 80 сантиметров он уже становится не совсем посохом а больше от энергоизлучателем он его не хватает от его возможности действовать на полностью на все телом энергетически а вот когда 8 от 80 желательно метр метр двадцать метр сорок вот вот посох примерно должен быть такого у меня есть еще другие варианты я сейчас вот тоже тут посылал людям специально так сказать я вам говорю я так не продаю посохи ну то есть не продаю все это дело куда-то на сторону я только если специально только если это но и при создает определенную цель вот примеру вот так как я за обратил внимание что точнее мне очень много поступает информации сейчас вот люди понаделали уже всего этого и пытаются ну ко мне обращаются консультируются и показывают рассказывают что как у них получается и вот в массовых таких местах где вот много больных и вот применяет посохи там просто ошеломляющие результаты и я вот год назад уже об этом пытался заикнуться что тогда когда вот это все началось вот я просто не мог внутри вот у нас по шагу я сейчас вот высунулись вот я пойду сейчас вот в инфекционку нашу с этим делом что мне сделают до меня или конвоем отведут или посадят или еще куда не будет отправить ну что тут у нас вообще кошмар что творится и вот я год назад предлагал что я вам бесплатно вышлю комплект только вот чтобы это было какая-то или больница или что-то такое где вот занимается массовым лечением нужды чтобы я мог это дать и чтобы испробовали бесплатно все отошли по бесплатно все делаете занимайтесь но так и никто так никто и не заикнулся опять же сейчас 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 уже извините бесплатно не могу потому что сейчас такое состояние если еще год назад и как-то мог себе позволить тут разбрасываться за сказать сейчас уже не до этого потому что очень много я уделяю внимание в этому всему мало занимаюсь тем что зарабатываю на себя поэтому если кто пожелает где-то в каком-то массовом месте использовать вот эти вот устройства то есть комплекты но уже не бесплатно отошлю но мне очень много мне очень много просят люди продать я никому не продают посмотрите вот ну вот кто много чего есть вот мне и по и по ютубу и там по телеграмму и по почте то ли сколько вот и я уже даже не отвечаю потому что ну я не могу но тяжело отказывать людям там расписывают у них то плохо это плохо совсем и лежачие совсем больные совсем плохие и я не высылаю никому ну поймите меня правильно я не могу это делать местным пожалуйста вот единственный нюанс но есть уже где-то тут рядом проезжаете проходите или еще что-то вот еще как-то можем договориться вот из рук руки передает даю значит рассказываю показываю объясняю проверяю вот рамочкой то что вы знаете да вот за все и и в путь но просто отсылать они целую но если я же говорил что если будет такая возможность и люди вот покажу что вот у них есть где-то какое-то место где они могут экспериментировать со многими то есть ну то ли больница то ли еще что-то такое вот не знаю какое-нибудь заведение такое типа больница вот я могу продать пару экземпляров но именно с условием что хотя бы два раза в месяц чтобы мы не отчитывались что происходит видеоматериал посылали когда пыша очень тяжело тянуть людей у меня тысячи уже тысячи кому я где-то чего-то как-то что-то вот сделал но вытянуть с них информацию но просто вот то есть каждому надо звонить и вот одну деть ему там расскажи туда и начинают вот то-то 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 произошло да 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 все хорошо но пока не позвонишь им но я что же не этот не роботизированная система же целыми днями только людям звонить не хотят но что же сделаем так пожалуйста это посох так это все пока давайте задавайте вопросы психоэмоции нарушены искажениями пальцы соедините два метода да не надо никаких методов не морочитесь с этими методами очень много всего там вот понимаете столько я вижу в интернете я за очень за многие слежу у меня несколько компьютеров у меня несколько мониторов я вообще такой человек что я не могу даже одно дело делать просто вот то есть без дела сидеть я пять минут не могу мне плохо становится мне надо обязательно что-то делать а даже вот здесь вот вот у меня всегда у меня я минимум смотрю два видео каких-то с паяльником где-то что-то делаю что-то собираю что-то там проверяю испытываю и все это у меня вот так вот один глаз туда дух и сюда руки здесь ноги там то есть я делаю и бывает по три-четыре одновременно дело каких-то вот и понимаете я везде вот смотрю пока я что-то делаю у меня уже два а то и бывает три каких-то видео и вот я там смотрю там где-то там какой-то горлопан какую-то ахинею несет там где-то смотрю вброс очередной какой-то тут смотрю еще что-то происходит вот и все это я впитываю я все на это смотрю это кошмар что творится сейчас такой идет ажиотаж столько всего происходит страшного посмотрите на людей вы просто но но дело то что я не знаю просто это может я уже натренировался и просто вижу я на человека посмотрел мне уже через пару минут понятно кто он и что он принципе а если еще пообщался все тут все ясно вот а что-то творят вот эти вот вот паразиты которые сейчас вот все вот эти все бросы производят понимаете очень много которые но настолько заражены то есть мозг настолько заражен вот всей этой заразы на которые нам вбрасывают и нас просто забивают надо очищать мозг вычищать старайтесь думать что что вы видите вам показывают вам завлекают этим всем вот вот например да вот пример вот это сейчас вот страшнейшие вот сейчас идет секта аллатра да вот это опаснейшая организация вот как они себя ставят что вот посмотрите вот ну кто не видел там но на многие уже смотрели вот они там из себя изображает чуть ли там не там с космосом связано они там все но на самом деле когда смотришь они показывают фокусы они показывают делают вбросы они вот там пройти свободной энергии опять же там пройти бтг там вот они там сейчас вот бесплатной энергии всех обеспечат все уже у них там прямо на мази прямо у них уже все только давайте ребята давайте скидываетесь мы сейчас все он тут бесплатно сделаем понимаете то есть не вот смотришь на них а какой они материал дают те же фейки абсолютно после стоит и так из изучения слободяна будет ли туда конечно 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 я просто не могу все тут у меня просто вот это те вот сами понимаете нет вот это вот этот я только вот эти четыре выпуска готовила там не только чтобы выпустить эти четыре ролика это мне три недели я с утра до ночи сидел и занимался им по ночам только этим занимался что эти ролики дело это ужин это же не так просто что их раз и выпустил а сколько я сделал всяких замеров, сколько я сделал экспериментов над этим поставил, над чем только я не делал эти эксперименты. Вот. И с плесенью, и с бактериями. Тут столько всего. Если бы я это все показал, вам выкинул, тут вот неделю сидели бы, смотрели это все. А по Слободяна, конечно, будет. Одно из ближайших. Вот сейчас вот выпущу ролик вот про вот эти индикаторы продолжения. Вот потом еще у меня, наверное, по посоху, не знаю пока, или по посоху, или вот про Слободяна. И там мне еще есть, надо уже переключаться, и Слободяна на других там есть на кого переключиться. Там уже про Тирху, там вообще уже, я не знаю уже какое дно пробивает, но кто знает его, и кто видели, это кошмар, что он там, такие уже, уже такой дерибас, уже ну, я не знаю, там какое уже дно можно пробить. Ну как, про Модуляцию я уже не раз показывал, вот же, вот пример, вот вам пример Модуляции, вот же. Я же вам показывал, вот. Так, плохо видно было. Вот, например, устроенный. Про Модуляцию, а что вам надо, про Модуляция? Дело в том, что надо с этим экспериментировать много. А я не могу разорваться на все. Я вот делаю это все. У меня же вот на этом двойная Модуляция я делаю, когда. У меня вот, 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 кстати, насчет вентилятора, да, я бы вам очень советовал, вот, кто может это делать. Но есть более простой вариант. Это я делал более сложный вариант, так сказать, чтобы, ну, как говорится, взять БК за рога. А на самом деле, я вот на прошлом стриме вам показывал, показывал, так, где у меня, всякие вот, помните вибраторы? Вибрирующие вот эти, которые с мобильниках, вот, вот видите, какой миниатюрный. Его почти не видно, да? Вот, вибратор, который в мобильниках ставится, еще меньше. Вот, вы можете встраивать, вот, то есть, вместо этого вентилятора сделать шторки. Я уже там рассказывал людям, просто хотел, ну, как-то в другой раз это отдельную тему сделать. Делайте шторки вот такие, то есть, не надо вентилятор. Вибрация достаточно. Причем, она не обязательно большая, там, какая-то глобальная. Достаточно буквально полмиллиметра, миллиметр вот каких-то шторочек туда. То же самое, да, ладно, уже и тогда даже расскажу. Про тот же посох. Вот, вот как он есть внутри. Вовнутрь посоха. Он же там полый внутри, да? Полностью полый. Вот здесь, здесь же стоит этот трефиляр. Вот, все полое. Проводите сюда ниточку, вот какую-нибудь, или капроновую леску. Вот, на пружиночку ее. И вот снизу, где вот, ну, где, например, вот это вот основание, вот здесь где-то ставите релюшку, моторчик, вот вибрация, ну, любую вибрацию. И, пожалуйста, и вот на эту нитку или леску внутри, прямо внутри, вот вешаете буквально какие-нибудь там фольгу. Вот буквально такие вот, типа вот каких-то там таких мелких. И все, и пускай вибрирует. Это уже даст вам механическую вибрацию, которая на порядок поднимет возможности этой системы. Я то экспериментировал с этим, но пока у меня просто, ну, нету такого, чтобы вам показать, чтобы чего-то. Тем более, это можно делать. Я пока вот так вот делаю. Вот. Вот это можете делать. Так, что еще? Да, вот тут кролики появились отмороженные. Да. Да, я не продаю на сторону. Чего тебе непонятно? Я, я, как вот можно человеку объяснять? Говорю, не продаю на сторону, никому ничего не отсылаю. Только при каких-то особых договоренностях, условиях. Но тут никто не подпадает под эти условия. Вот. А то, что я продаю, так мне жить-то как-то надо. И вот я это все делаю, то, что по-вашему, я сутками этими занимаюсь всеми делами. Вот это все. Это мне как-то надо на это запчасти иметь. Где я их возьму? Если только этим и занимаюсь сейчас. Я все забросил, работу забросил, все дела забросил. Я пытаюсь всем этим заниматься, помогать людям. Хожу по людям, вот им помогаю. Что, по-вашему, я тут есть не должен, пить не знал, или как вообще ничего не должен. Я могу только продать своим. И я об этом сразу говорил. С самого начала. Вот своим. И то, опять же, как кому. А это чудик, это, конечно, я тебя еще вспомню, зайчишка. Ты не переживай. Посол бомбас, американ. Не знаю, что он там напоминает. То, что тебе напоминает, там вообще, конечно, кошмар. Там такие тараканы. Там, по-моему, лежбище тараканов в этой головушке бедненькой. Так. Ну, добрый вечер. Это ладно. В общем, на чем мы остановились. Вот. И даже вот с такими устройствами, например, то, что делаете, вот, опять же, да, я не взял, ну, кроме посоха, жезлы вы тоже знаете, да, которые я делаю. Вот. Там тоже можно вот сделать, чтобы вот это все, даже вот в самом жезле, например, можно сделать одну накрутку фиксированную, а вторую туда вставить какую-то легенькую трубочку, но на нее намотать другую сторону. И вот именно внутри этим вибрировать. Это уже будет давать серьезные, так сказать, значения. Там не нужны вибрации большие. Вот по древним технологиям, там же, вот то, что происходит, вот когда идет накачка энергии вот этих храмах, так называемых, вот энергетики, в физических сооружениях, вот когда проводятся службы и все остальное, там же вибрации идут звуковые, они, вот когда идет накачка, вот это все энергии, вот с купола, со всего остального, это я тоже все хочу как-то сделать по этому поводу ролики, но не хватает времени. Я говорю, мне приходится по неделе по две, один ролик делать, ну, очень много времени уходит. А мне от этого ничего, если кто-то считает, что там что-то я на Тубе зарабатываю пять-десять долларов, вот прошлый месяц было шесть долларов, мне начислили, да, за четыре ролика, не считая еще 150, которые там висят. Вот вы что думаете, это серьезно, что ли? А четыре ролика я три недели, даже, наверное, больше. Я не говорю уже про то, что чтобы мне эти ролики сделать, сколько надо было провести экспериментов и все остальное, сколько времени убить, на то, чтобы вот с этим разобраться. И вот шесть долларов мне начислили, знаете, заработал на вас. Сами подумайте, много это или мало. Вот, и с этими вот всеми вещами, то есть, делайте именно, делайте излучатели именно, так сказать, с таким, чтобы можно сделать неустойчивые. Вот вы просто, я вам то, что вот рассказывал, да, например, под гибрид, вот у меня и в описании есть тоже, вот что почаще его крутить. Вот, то есть, вы его прикладываете куда-то, например, там вот, вот у меня там один сейчас вот заболел, это самое, то он раз, сразу этот гибрид приложил к себе ангиной, подхватил где-то, вот жарко было, а потом резко холодно, и нахватался холодный воздух, ангину подхватил. Вот, буквально за два дня встал на ноги. И вот, вот прикладываете прямо сюда, но прикладывать не просто вот так, вот и все, а именно вот так, вот так, крутить ее, крутить, а можно ли именно сделать сюда, встроить малюсенький вот этот вот, я же вам показал, да, какое, что можно встроить вообще. И вот при помощи этого, вот там, где-то вот, вот внутри, здесь же пустое место, вот, трифеляр, и по краям вот эти излучатели, все, пустая коробка. В эту коробку можно сделать вот такую вот развеску небольшую из нити, пружиночку какую-то там, ну, или что-нибудь такое, вот, чтобы оно все-таки давало. Просто, не то, что грузики, но вот фольгу, я говорю, понацеплять на нее, но немножко с таким вот, чтобы был груз. И вы просто вот, вот, просто держите в руках, оно у вас там внутри вибрирует, даже, даже не обязательно, что какое-то электричество подводить сюда, вот, и внешнюю вибрацию делать. Оно само будет уже у вас там трястись внутри. И это будет вот, это будет хорошо, давайте это положительное. Это вот я вам даю новые направления еще дополнительно, как можно сделать, поднять эффективность этой системы в целом. не просто вот тупо, вот как вот, с тем же посохом, я же говорю, что хороводы надо водить вокруг посоха, не просто стоять с туканом или сидеть. Ладно, я понимаю, лежачий больной, там я же говорю, что больных, которые встать не могут, им там неделями судно подносят, а он через несколько сеансов с посохом, они встают. И вот это вот, вот у меня есть этот материал, у меня я мог бы и показать, уменьшать электромагнитные составляющие трефеляров. Так, вот же электромагнитные составляющие, вот же, вот, нету, вот, вот, убираете трефеляр, вот, можете дальше его, если он вам мешает. Тут нету ничего электромагнитного. Вот здесь нету, вот только индикаторы срабатывают, потому что это уже энергия, типа, статическая энергия, но это не совсем это статическая энергия, это вот переход, это трамплин, вот я уже когда-то говорил, пару лет назад еще рассказывал, что вот эта энергия, вот эта электростатическая, она изначально собирается всеми этими древнейшими энергосооружениями, и вот из нее уже получается энергетика, которая, так сказать, для нас полезна. это изначальный уровень, то есть идет накачка вот этих больших объемов, вот эти храмы, все эти вот колонны, то, что стоят, купола, там вот, я же говорю, я могу описать вам все подробно, как это все работает. Я, кстати, обращался к альтернативщикам, которые там тоже вот ходят, там эти сооружения смотрят, там все лазят по всем этим самым, все удивляется, вот то, то, там что-то раскапывают, выкапывают, я им пишу, ребята, я знаю, как это работает, я вот начинаю там вот типа вот, и придумают, это же атмосферное электричество, это же вот, вот это, это энергосооружение, вот это лампочки от них питают, там еще что-то, это не для этого абсолютно было сделано, это не то направление, вот, и я им пишу, ребята, я могу вам объяснить подробнейшее, просто, ну, нет у меня времени, чтобы вот свои выпуски сделать, да и кто меня смотрит, что там тысяча две посетители, это просто смех, вот, нет, никто ничего, вот лайки ставят, там, сердечки ставят, вот типа, вот молодец, да, вот молодец, знаешь все, хорошо, ну и до свидания, то есть им это не надо, они хайпуют просто вот на этом, и все, и начинают придумывать, вот это то, это для этого, это вот, вот это вот, это пирамида, это энергосооружение, вот там это все питало электричеством, все эти вот, такой дурдом рассказывают, причем там люди, ну извините, гуманитарии, но есть люди, которые, да, говорят, я гуманитарий, я этого не разбираюсь, ну вот думай, что вот это атмосферное электричество, все, и вот это энергосооружение, вот там вот, вот люди грелись на этом, так сказать, топили дома себе, там это, обогревали зимой, вот, ну, кроме смеха, я не знаю, что это может вызвать, но на полном серьезе это все рассказывается, а это все совершенно для других вещей, значит, и делается, и как работает это все, я все там подробно знаю и могу расписать, так, что, тор, зачем, это статический тор, получаете, встать, вот отсюда, энергию, ее выуживаете, вот сюда, и вот у вас все, зачем, вообще, зачем вам тор, я его использую, в последнюю очередь, вот, для каких-то, определенных, то есть, у меня, вот, вот, из этого всего, используется вот эта часть, это, она чисто такая, побочного назначения, можно, вот, например, да, когда вот, единственное, что, если вот, когда вот проблема, да, ну, то, что вот, когда там вас легкие схватило, да, вот эта вся вот зараза, которая идет глобальная, то иногда бывает, да, вот это ближе к носу, вот прикладывается, например, да, вот этот тор, трифеляр, а вот это на легкие, как раз получается, вот оно очень хорошо прикладывается, и вот заводишь это дело, там-то так проворачивает, оно, я сколько вот людям даю, это дело, там у кого проблему там желудком там с кишечником там со всеми до до легкие все дела она прямо там вот так вот просто вот вот выворачивает это все чувствуется туре в коробке что в коробке не знаю что вот этой коробке опять же я не использую вот я говорю всем вот использовать вот эти вот вот эти места особенно вот это самое вот место где встречается вот одно так или другое так вот здесь вот полоски этим и вот здесь вот самое самое интересное но опять же надо использовать это даже вот с эту сторону до использовать а вот эти вот у меня меньше его стараюсь использовать и не рекомендую особо использовать муша да тут воздействие таро она тоже точнее трефиляра тоже полезный может быть но она дает все-таки не совсем но и интересные функции а вот здесь все чисто Но когда надо дать мощность, когда надо протрясти человека, тут все хорошо. Вот как, знаете, вот написали, вот когда я делал вот эти выпуски, там один деятель написал там ДРЛ-ки, вот типа вот там, ну погнал на меня, то вихревая там вся эта ерунда, а вот типа ДРЛ-ка, вот это все вот, типа вот он спасся от этой заразы, вот там лежал, там уже почти все, уже легкие ему там все. И вот он такую лампу взял, продышал, правда, сгорел весь. Глаза там что-то сам весь, потому что ультрафиолет жесткий идет. Но он спасся, типа, да. В каких-то особо крайних случаях, это да, это как реанимация. Что ты сделаешь? Или вот как человек, что ему, если у него гангрена пошла, что ему? Приходится рубать. Дальше все. Но опять же, это если другого ничего нету. Вот, например, если вот это есть, ничего рубать не надо. Гангрена уходит. Вся вот эта гадость, все вот это все уходит. Никаких хирургических вмешательств проводить не надо. Другое дело там, когда кости все переломаны, их надо сложить вместе. Это да. Вот. Вот тут хирург нужен, надо порезать, надо что-то там зашить, надо что-то сделать. Да. Да и человека спасти, если у него кровь хлещет. Вот. Вот это да, это понятно. Крайний случай. Вот такое да, можно применить в крайнем, очень крайнем случае. Но если есть возможность вот это обойти, ни в коем случае вот это вот не используйте. Еще год назад, когда вот этот джиотаж начался, я просто с людьми там, меня там уже просто банили конкретно там на некоторых этих самых, деятели там тоже вот хайп себе набирали. Вот, берете лампу, там все, там надо все вообще. Типа озон, там ультрафиолет все убивает. Да оно не только вирус, оно и людей там уничтожает. Вы же думаете, что делаете вот с этим всем? В нормальном состоянии, когда можно спокойно спасти человека, не надо это делать. Это да, это только как обухом по голове. Дать ему по кумполу, чтобы потерял сознание, вот как вот в крайнем случае вот именно вводят это сам, то есть человека для того, чтобы посадить на кислород и его вырубают полностью. Но это же край. А потом из-за этого люди просто не, ну, умирают. Одна треть минимум просто не просыпается после этого. Как в вашем, так, что лечение лучше, лечение чего, как, чего? Лечение после принятия души. Да, конечно, вы очищаете. Дело в том, что душ сам по себе полезен, но энергетически сильным людям. Душ может быть опасен от кто находится в очень плохом состоянии. Потому что душ им смывается, кроме вот этой всей грязи энергетической, и могут за этой грязью, так как она очень много ее, тянется и остатки того, что еще человек одержит в этой жизни. Вот, поэтому надо тут осторожно с этим, кто совсем слаб. А вот для вообще, вот, ну, обычного, так сказать, использования, конечно, душу очень полезен. Вот, и, ну, может, не часто, опять же, все должно быть в меру. Вот, ну, душ полезен, да. Но если вы будете с утра до ночи и утром, и днем, и вечером, это тоже не полезно. Так. Насчет виру, то, что, да, не говорю, как это называется, да. Вот, в общем, почему не надо делать? Потому что все, что туда делается, во-первых, я, вот я вам говорю, что я говорю, я уже 30 лет вообще не обращаюсь в медицину, в принципе. Меня там, про меня там забыли, меня там пытаются уже и вызывать, и все там, типа, чтобы я хоть на учет стал, что я еще живой, так сказать, в этом мире нахожусь. Все-таки больше 60, а я в поликлинике ни разу не был за последние, ну, не знаю, сколько лет, ну, больше 10 лет. А, ну, в шоферскую комиссию проходил. Ну, это же не значит, что это... Там вообще был анекдот, когда я эту шоферскую комиссию проходил. Просто было смешно на них смотреть. Вот, когда я везде прошел, на что жалуетесь? Здоров. На что жалуетесь? Здоров. И везде прохожу, так потом за мной уже ходить стали, что, как это я везде здоров? Пришел в поликлинику, а у меня один листик. Вот, тут только, причем сегодняшним днем заполненный. Это как? Вот, поэтому я вам говорю, что, если вы хотите себя загубить, да, ходите в аптеки, принимайте лекарства, химией, это травитесь, все вот, вот, вкалывайте в себя, глотайте, быстрее дойдете до этого места, вот, который там вот крестик ставит. Это пожалуйста. Но если вы хотите все-таки себя чувствовать здоровым и не поддаваться вот на это все, потому что, ну, я не знаю уже, сколько можно говорить, все знают, что сейчас то, что называется медицина, это не медицина, это, это просто убийство. Это убийцы. Я сколько знаю их, вот, сколько вот я общаюсь с ними, я же говорю, что они ко мне обращаются. Эти вот в белых халатах ко мне обращаются, чтобы я им что-то там помог, а не я к ним обращаюсь. Мне они не нужны абсолютно. А вот то, что вот все, что вас вот впихивают, а тем более то, что вот глобально, ведь посмотрите, как накатывается все. Год назад так же не было. Там, ну, говорили, да, что вот надо там, да, надо как-то это все остановить это все. Тогда это не было. А сейчас это глобально идет. Людей увольняют с работы за то, что он это, там это же кошмар, что творится. Это, ну, сами подумайте, это делается все целенаправленно. И, да, опять же, я просто про совок говорю, про наш, я уж не говорю про глобальную систему, потому что вся глобальная система, она как раз и направлена на то, чтобы из нас сделать вот эту вот биомассу. Это я уже не раз говорил. А именно, что на нашей территории, так сказать, бывшего совка, и то, что я вам говорил, что 30 лет назад нам именно про, именно нам говорили про совок, что самый ужас, вот я вам говорю, не знаю, пройдет это или нет, самый ужас, который будет твориться вот через 30 лет, то есть сейчас, это вот на территории бывшего совка. ну тогда еще совка не было 30 лет назад, поэтому говорили про территорию СССР. И именно вот все глобальное, вот уничтожение, так сказать, человеческой сущности будет происходить, именно исходить с нас, от нас. И вот посмотрите, что творится. Вот посмотрите, вот на вот этих, которые там сидят, вот там, за этими красными звездами, в центре, Москвы, они что делают? Они вас заставляют именно все это делать. И причем это было не только сейчас, это еще и не год. Эта подготовка шла несколько лет назад уже. Это я заметил, уже обратил внимание, что именно идет подготовка глобальнейшая. Я уже не говорю про YouTube, про вот все эти системы. Вот два года назад, когда я вот весну, да, два года назад я тогда заметил с YouTube, когда начали они эти новые все правила вводить, я понял, что куда это идет, для каких запретов всего. Это именно шло на то, чтобы вот как раз подготовить почву к этому всему. И опять же, вот все свернуть шею тому, кто попытается как-то это делать, ну, вывести наружу. И вот то, что вот там делается сейчас, вот кто-то там говорит, вот это спасители там какие-то, там еще что-то там, это вот, я не знаю, это такие вбросы мощные. да сто лет, сто лет уже там происходит, вот то, что оттуда идет. Вот с 17-го года, прошлого века, вот больше ста лет, то, что происходит, это именно идет подготовка, вот к сегодняшним, ну, не сегодняшним, там буквально вот, через полгода, год, что еще произойдет дальше, это все шла подготовка. И вот сейчас то, что произойдет дальше, это вот оттуда все идет. И как вы думаете, вот те, которые там сидят, они что, они все это знают. И они в курсе всего этого. И готовились к тому, что сейчас происходит. И вот навязывает вам это, откуда вот это вот, вот эта зараза, которую вот сейчас пытаются в вас впихнуть. источник, откуда она появилась, где, что, какие компоненты там внутри находятся, что там находится, вы посмотрите. Но опять же, надо смотреть опять, кто это вбрасывает. Потому что вбросы кошмарные. Я говорю, так приходится сейчас фильтровать это все. Это просто ужас. У меня сама голова пухнет от этого. Так, зачем храмах, зачем храмах, сооружения, которые сейчас используются, как колокольня. На полу разрушенных видео, на полу разрушенных, видно, что при постройке не было конструктивно признанное, туда лазят. Лестницы делали позже. Да не было колокольня вообще, они не нужны были. Это уже последствия тех катастроф, которые произошли вот 200, там 400 лет назад, которые были катастрофы, которые все сравняли вот полностью, погребли под собой. Вот тогда не надо этого было ничего. И я вот тоже, я если буду, все-таки смогу выпустить эти вот выпуски по древним этим сооружениям, я расскажу, почему, что и как. Это все пристройки, колокольни, все эти дела, это все пристроилось позже. Оно не было, это уже сейчас вот эти новострои последние 200 лет, вот они предусматривают и колокола, и все остальное. Хотя да, некоторая польза, это как вот правильно сказать, просто до тех катастроф была другая атмосфера, была другая система, и была другая энергетическая система вообще всего. Но так как то, что произошло, глобальная катастрофа, вот она повлияла на всю среду, и вот для того, чтобы как-то активировать, да, начали применять эти колокола и все остальное. Но вместе с ними, вот те, которые пришли и захватили вот эти все храмы и все эти сооружения, это паразиты, точнее, предварители паразитов. И вот захватывая, они это все, да, построили, потому что, ну как, ну как любой, вы можете водой напиться, а можете и захлебнуться, вот, или той же едой вам на пользу может пойти, или так, как витамины, одну съели, хорошо, много, ну, или как с ножом, к примеру, да, или хлеб режете, или кого-то убиваете. Вот то же самое и здесь. Вся эта энергетика, она может быть направлена или в одну, или в другую сторону. Но то, что сейчас делается и то, что вот сейчас в этих храмах творится, я прошел, я жду, я почти 30 лет назад, 20-30 лет назад, я прошу, многие объездил храмы, все эти сооружения, где я только не был. Нам показывали, рассказывали все. Я это, многое что видел, того, что обычно не показывают. Ну вот, но я это мог анализировать, фильтровать, и сейчас мне это понятно. Так, да, так что не было никаких колоколей, не было никаких этих сооружений, все это предназначалось, вот эти водонапорные башни, которые вы видите. Это тоже у меня собирался все отдельно сделать в выпуске по этому поводу. На самом деле, все эти водонапорные башни, они просто были башни. Там, вот эти, которые там, маяки, все эти дела, вот, все эти сооружения, я могу любое вот это сооружение разложить до кирпичика. Для чего, что и как оно использует, как энергия шла. Вот, я вам покажу на, вот, на этих примерах. Вот сейчас, по-видимому, вот вы, я думаю, где-то процентов на 10-20 станете, ну, начнете понимать, то, что вот сейчас я вам вот пытаюсь вот рассказать про энергетику вот этих сооружений, что же, как там происходило. Вы начнете это понимать. Плазму киши, ну, пока подозрительно отношусь. Я пытался тоже делать, конечно, да, у меня вот где-то тут есть, ладно, не буду копаться. Да, я делал эти спиральки, все это скручивал, сверчивал, там, да, пластины, все эти дела. Вот, ну, пока у меня такое. Ну, просто мне, опять же, некогда заниматься особо, так конкретно. То есть, мне надо все бросить, вот, все бросить, людей бросить, за которыми я смотрю, помогаю, что-то делаю. Вот это совершенствование, то, что у меня сейчас разработки какие-то еще там, все эти вот, бросить ролики, все, и заняться вот на это, да, ну, месяц надо потратить, чтобы я полностью конкретно, потому что все, когда я чем-то занимаюсь, я настолько это все досконально, мне все настолько, я 10 раз все переделаю, но добьюсь истины, добьюсь конечного результата, какого-то определенного, или вывода, или плохого, хорошего, там положительного, отрицательного. Поэтому сказать конкретно не могу. Опять же, такое ощущение, как вброс идет. Это лучше всего после душа, скорее всего, из-за влажного тела. Не, не из-за влажного тела, потому что вы уже в верхний слой очистили грязи. Вы подготовили, душ вымывает грязь, то есть, не горячая, не холодная вода не должна быть. Должна быть вода теплая. Вы когда вот, если энергетику именно вот, пытаетесь себя смыть, не для того, чтобы помыться, а конкретно энергетика, вода должна быть теплая, ни в коем случае не горячая. Потому что, если горячая, вы запекаете вот эту энергию, вредную, которая вот как бы налипает, как грязь на нас, вот на оболочке, она запекается на этой вот. Ну вот как если вот поджарить, там вот где-то, как на сковородке что-то, вот корочка образуется, вот типа эта, энергетическая корочка. А если холодная, она не выходит, не выводится. Поэтому должна быть теплая. Так, секрет здоровья. Так, насчет секрета здоровья, это очень глобальная, так сказать, система. Я же вам рассказываю, мне вот больше 60, у меня здоровье такое, как, ну, в 40 лет люди позавидуют. Я вот смотрю на 40-летних, там они страшнее меня выглядят. И по здоровью, и по всему. Я уж не говорю, что когда мне было 30, у меня по здоровью было все значительно хуже. Я вообще, фактически инвалидом был. Я же говорю, у меня и с суставами была проблема. У меня с глазами аллергия страшнейшая была. Вот у меня уже вот четвертый год, вот весну я встречаю уже как нормальный человек. Мне ни очков не надо, ничего, никаких не этих. Я уже забыл что-то такое за несколько лет. А до этого это был кошмар. Вот я когда в 16, да, 16 лет мне было в школе, еще когда, вот когда я подхватил, у меня искусственная, так сказать, ну, аллергия. Ну, вот я говорю, я купался когда-то с открытыми глазами и подхватил. Очень сильно, заражение произошло, сильное. вот я очень мучился, я лет 15 очень сильно мучился глазами. У меня была вообще проблема. Из-за этого все время у меня нос был заложен, насморк постоянный, потому что глаза слезятся, это же то же самое все, одни каналы идут. И вот я уже избавился от этого давным-давно. То есть 30 годам было, на меня кошмар было смотреть, как. У меня полпечени нету. Я же в армии болел желтухой, причем тяжелой форме. У меня же потом полтора месяца отпуск давали. То есть, сами понимаете, на полтора месяца отпуск так просто не дают. Вот, когда в армии служишь. Ну, тогда вот 30 лет назад, ой, 40 лет назад. То есть, и еще могу тут кучу, у меня всего, чего было там, и все, и все. И сейчас я в порядке, абсолютно. Мне не нужны врачи, мне не надо ничего. Но опять же, я всю жизнь, ну, курил только в школе. Со спиртным вообще категорически. Вот единственное, что там в юности пару раз на каких-то свадьбах меня пытались споить, и как-то там один раз так споили, что оно было очень плохо, конечно, да. Это было тоже, это, ну, раннее прямо вот, ну, то есть, уже не школьный возраст, да. Как раз после школы, где-то 17-18 лет, вот попытки меня споить. Но это все было бесполезно. И в армии я был, меня никто не мог, а была возможность, там, в армии, когда я был, я же как был электронщиком, один электронщик в радиусе 200 километров ни одного электронщика не было. Там в армии я был на вес золота, меня просто растаскивали, там, по это самое, по офицерам, там, там, телевизоры, чего там, чего только не делал. Ну, вот, и меня там обязательно, обязательно, кто коньяк, кто водку, кто что, вино, все, все что угодно. И, причем, по нескольку раз, вот, то есть, там телевизор подремонтировал, подкрутил, где-то пошел к другим, опять, там магнитофон надо, так-так-так-так, потрутить, там, где-то почистить, вот, опять. И каждому там стол, каждое это спиртное, каждое, да вот ты что, как ты нас не уважаешь, там, все, я все это прошел, меня никто не смог заставить. Вот, а уж здоровый образ жизни, я же вам говорю, не ешьте черного мяса, это не потому, что у меня какая-то религия, нет, религия вообще здесь ни при чем, вот, и опять же, вот, вы, вот, если вы, ну, не знаю, может, вы не в курсе, да, но вот все знают, я никогда не ругаюсь матом, от меня мат услышать, это, это просто, я не знаю, я в жизни никогда не, вот, ну, не в жизни, но в детстве, да, вот, тоже в школе, там, чем-то, как они ругались, и помню еще на завод, когда вот пошел начало, там матюки просто, ну, естественно, сами знаете, вот, все, что вы, вот, пытаетесь из себя изрыгнуть, вот это все, вот, если вы с человеком пытаетесь, я, например, стараюсь не ругаться с людьми, у меня, очень короткий разговор с ними, не пытаясь вот с кем-то собачиться, или еще что-нибудь, вот, вот это вот, это все, душевное состояние, и опять же, если вы будете врать всем, если вы будете всех обманывать, если будете вот, постоянно зло держать, ну, какое у вас здоровье будет, вы просто сами себя съедаете, ну, и опять же, вот это все, конечно, так как у нас не хватает энергетики, так как мы живем в таком мире, где, ну, просто нас, вот, изолировали от всего, это же целенаправленно делается, вот, то, что вот происходит вокруг нас, вот, это все идет целенаправленно, и посмотрите, я вот, да, кстати, сколько мы уже, блин, надо уже закануть закругляться, вот, эта вся вот эта мафия, вот эта вот, которая там, вот, себе понастроили этих дворцов, вы же смотрите, у них везде стоят церкви, вы думаете, что они такие, это самое, регулиозные или еще что-нибудь, да нет, просто энергетика, там без разницы, кому какая она, или он, он с рогами, с хвостом, или там, весь из себя с нимбом, это не имеет значения для энергетики, она и другие, и тех, и тех подпитывает, если это есть, очищает, вот, поэтому, как и все, вот кислород, какая разница, там, это убийца, которому ты там, вот, если он задыхается, ты ему кислород, или это какой-то там божий одуванчик, тоже это не имеет значения, и вот у них все храмы, они знают, у них все построено, они всем этим живут, они все на тебя подкапливают, а у нас нету ничего, а вот, вот, я же вам говорю, я вам показываю, вот, вот посох, это одно из самых, таких, уникальнейших, я уж извините, что я, это моя разработка, и я-то, но это уникальная система, я не просто, я-то не случайно наткнулся, это же, я целенаправильно к этому шел, потому что, биоэнергетикой занимаюсь 30 лет, я знал, что, к чему стремился, и, и почему у меня это получилось, делаете, это простейшее, ну я не знаю, ну просто, если, ну, найдутся инвесторы, я говорю, я уже тогда, пойду на то, чтобы, вот, именно поднять производство, хотя бы сотнями, вот, их вот раскидывать, я вам говорю, что если бы они сейчас, вот эти вот устройства, стояли в больницах, вот, где массовые, вот эти заражения, где, вот эти проблемы, онкология, там, ну просто был бы взрыв, но опять же, кто это даст, поэтому я и говорю, делайте, делайте, так, секретарь, что именно в исполнении, да, это было, было, ой, кролик, уйди отсюда, у вас был ролик, про бенагетик, что рекомендуете, по этой теме, по этой теме, очень интересно, да, хотелось бы развить эту тему, но, ну не хватает меня всего, но, вот хотел, да, вот я вам с рамкой показал, как работать, дальше бы еще показать, как там, чего, что, как вот эти самопересечения, все искать, эти вот, все-то, как где, плохое, хорошее, как на людях, ну, не знаю, сейчас, вот, очень сильно, из-за того, вот этот год, полтора уже, да, вот, то, что с января, февраля месяца, то, что произошло глобальное, я просто, у меня сейчас все, я все вычеркнул, фактически, вот, действует только на это. Если примет трифелляр, вознанатый, вероятно, изменится высокое напряжение, нужно ли будет подгонять, да, да, так я же, я же говорил, я не помню, в третьем, по-моему, выпуске, что, конечно, надо трифелляр, и, конечно, надо будет, когда мощность увеличится, а не хватает мощности, вот, для того, вот, для того, чтобы, вот эту гадость, ну, вот, с легкими, да, со всеми делами, вот, вот, что вот через нос идет, оно почищает, вот, у меня буквально, вот, несколько, буквально на днях, вот, тут и соседи, и вот еще несколько человек у меня продышались так, что конкретно все, очистились, вопросов нету, вот, буквально за два дня все, проблем нет, причем, вот, не только вот то, что глобально, а другие, там, вот, тот же гриб, там, еще какая-то, вот, та же ангина, продышали, все нормально, этого хватает, но, вот эти всякие грибковые, особенно, вот, наверное, все-таки сделаю про слезняков, вот эти, которые, вот, в пазухах носовых находятся, и которые, вот, курсируют туда-сюда, с желудка, вот, очень интересно, мне поэкспериментировать, мне было, ну, ладно, не буду сейчас, потому что, может, еще тут не все это поймут, о чем это я, ну, в общем, вот эти вот, грибковые эти дела, вот, слизни эти, которые, так сказать, находятся внутри носа, они у большинства находятся, вот, если у вас вдруг непроизвольный насморк, вот, ни с того, ни с сего насморк, это вот они, и потом, когда вот вы начинаете, потом, после, вот, заметьте, обратите внимание, после еды, вот, если у вас сразу после еды, начинается, и вот, вас начинают, вот, дереть, вот, вот, здесь, вот, горле, да, и вы пытаетесь, вот, это, то, что вас дерет наружу, это вот они, это вот эти твари, которые уже опять пытаются вернуться в нос, в пазухе, и вот они там сидят, они приклеены туда, ну, так сказать, вот, врастают, это грибница, И вот они там сидят, размножаются, так сказать, дышат, нам эти закрывают носовые перегородки, то одна, то другая дышит. Они специально регулируют так дыхание наше. И живность такая, что интересно. И вот когда их начинаешь гонять, именно в момент тогда, когда они активируются, они настолько заглохнут, что и дыхание, люди начинают дышать так, чувствительность такая появляется, чувствуют все вокруг. Ну вот, может, не знаю, может, как-то сделаю отдельно это. Так, что еще? Иглы. Это было. Когда уже будет Беларуси Победа? Да, 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 да. Да, очень больной вопрос. Очень больной. К сожалению, мы пока из-за... Опять же, если бы не кремлевские вот эти вот паразиты, уже было бы все по-другому. Но сюда столько нагнали вот этих тварей в скафандрах, которые, конечно, тут устроили нам геноцид. Но опять же, не буду сейчас об этом, потому что сейчас меня это... Быстренько прикроют. Доброкачественная опухоль. Так, ну, с этими делами, вот с доброкачественной, то, что есть в мозгах, ну, или там, ну да, вот бывает это, то, что есть. Ну, тут надо осторожно. Но опять же, вот как я рассказывал, обязательно, обязательно, в первую очередь, ни в коем случае не лезть сперва вот туда, с этими всеми делами, да, энергетическими. Сперва обрабатывайте. Вам надо обязательно подготовить почки, печень, легкие. Все вот эту систему. Всю систему. Вот желчные все эти дела. Ну, вот еще вот все это вот. Обязательно их довести до кондиции нормальной. Только после этого можно лезть в голову. Ни в коем случае не сперва, потому что сделайте только хуже. И вот когда вы сделаете вот нормальный кровоток, когда у вас начнут работать органы нормально, все это, вот тогда осторожно, осторожно можете подниматься. Вот шейные позвонки. Обязательно. Это вот через них все это проходит. И если там начнет что-то застревать, ну, у вас могут возникнуть еще большие проблемы. Очень осторожно надо. Но это победимо. По крайней мере, у меня варианты тоже есть по этому поводу. Так, все темные научатся открывать целебную силу посоха. Нет, не научатся. Это невозможно. Опять целенаправленность. Кто, как, куда. Можно использовать так, можно это. Но дело в том, что сам посох, он не работает на черную сторону. Вот чем особенность, и вот, ну, как сказать, именно единственное положительное вообще, что может во всех каких-то этих вот, то, что оно не дает подпитки чернушникам. А наоборот, оно их только выводит из себя. Оно просто их разрушает. Только разрушает. Не подпитывает. Вот эта особенность. Но тут надо подходы, опять же, иметь. Вот мне надо усовершенствовать систему. Но пока я говорю, я делаю все вот при помощи ножовки, напильника и паяльника только. И вот это все. Единственное, что там иногда заказывают, там вот мне делают по блату, так сказать, вот эти все вот заготовочки. А так все приходится на коленки. Вот видите, вот все самодельное, все такое вот, коробочки готовые. А это все можно было бы сделать так, как надо сделать. Но нет у меня для этого возможности. И вот если я смогу это поднять на этот уровень, и это все может разойтись, вот тогда этим чернушникам, ну опять же, не хочется об этом говорить, потому что обратят внимание. Может, надо сделать какую-нибудь динамическую вставляющую генератор поска, чтобы его не накрывали. А его никто не накроет. Я признаюсь, вот я экспериментировал, когда у нас вот это творился, этот беспредел полный, да, и сейчас творится, только уже это самый левый. Я ставил посохи на это дело. Просто, ну, не хочется заостряться. Ну, были моменты, именно в те дни, когда я делал посохи, ставил, и пытался влиять на... Там такие вещи творились. Я не буду говорить, потому что, ребята, ну... Если бы я в другой стране был, находился, я бы рассказал. А так меня могут того. Так, в курсе, что есть мужской и женский посох. Ну, это как для кого? Пускай будет так. Может, как-то удалось сделать мужской и женский. У меня прям так, как вы рассказали, ком в горле и заложен нос постоянно этой весной. А как от них избавиться? Ну, вот избавиться. Вот, делайте зонатор, зонатор делайте. Там не сложно. Там, в принципе... Ну, как, конечно, надо все-таки какие-то руки иметь. Более-менее для того, что... Не так уж и просто, конечно. Но если есть какие-то электрончики, там все для электронщиков, там все просто. Сложности нету. Тем более не обязательно. Вот я вам показывал, там вот фотографию, там... Здесь взяли коробку, мыльницу какую-то, там... Да любую коробку. Вот даже вот здесь вот. Вот взяли эту коробку. Ну, здесь вот это все. Сделали турбинку. Туда к аккумулятору напихали. Если надо, без аккумуляторов. Воткнули там, куда надо, и все. Это что-то не обязательно. Главное, вот. Вот эта вот часть. Вот. МГТФ. Намотали. Вот именно, как я говорю, желательно сделать трефеляр. Потому что, я говорю, это делалось... Вот это все делалось специально, потому что надо было вогнать в медицинские вот эти рамки. Для того, чтобы можно было использовать... Потому что там, ну, я вам говорил, где это используется. Вот. Поэтому надо было вогнать в эти медицинские рамки. Нам эти рамки не нужны. Нам нужен эффект. Это все хрень. То, что они там со своими рамками... Они меряют не то, что надо мерить. Вот. А, естественно, надо повышать мощность. Вот. И уже ее использовать конкретно. А вот, если трефеляр вставить, если немножко вот эти вот умножители тоже немножко их... Потому что они стрелять начнут. Оно и так бывает стреляет. Я могу сейчас включить. Я не помню. Не показывал, наверное, да? Нет. Вот тут. Тут такие молнии не относятся. Тут все. Начнешь чуть-чуть сюда металл где-то и все. И тут разряды мощнейшие идут. Вот. Оно разряжается мощно. И поэтому, конечно, надо будет увеличивать. Но и мощность повысится. И вот сейчас вот ребята работают... Ну, вот Валентина Дондорфа, которые... Вот они сейчас работают, чтобы озонировать воду. Потому что это тоже очень важно. Озонированная вода, она имеет очень сильный эффект. Даже просто ее пить. Вот. Даже... Или мыться ею. Вот даже ванну. Вы ванну набрали, вот туда плеснули, там, пол-литра-литра озонированной. Она дает очень сильнейший эффект. Уже проверено. И вот они сейчас вот занимаются. Тут меня спрашивали тоже. Ну, мне... Я им помогаю, чем могу. У меня тоже вот что-то им отдать. Там что-то чего-то, запчасти какие-то. Все им даю, что могу. Мы же взаимодействуем постоянно. Вот. Ладно. Все. Закругляемся на сегодня. Так. У меня прям так... Горли... Ну, да. Про это я сказал. Так в знатрии в продаже появится. Вы вроде говорили, что производство будет. Не. Производство... Ну, как с... Я вам как раз и даю, чтобы кто-то чего-то подхватил и занялись производством. Потому что ребята ограниченные. Вот. Та бригада Валентина. Они... Там несколько человек. И они тоже там... Ну. Правда, есть у них 3D-принтеры. Вот они же делают эти корпуса все. Вот. Еще хоть как-то. И там у них есть площадя, где они это делают. Но они все равно... Я говорю, они все отсылают вот туда. Я вам говорил, куда. Вон туда. Поэтому я предпринял... Мы предприняли с ним решение. Вот. С Валентином. Что надо это давать людям, чтобы делали. Вот. А они, если что-то и могут что-то продать, ну... Ну, единицы там. Может что-то лишнее сделать и сказать. Ну, все уходит. Не знаю. Поэтому если... Если вы можете, так сказать, кто-то из... Опять же, кто-то, так сказать, решится стать инвестором и вот вложиться в это дело. Ну, ребята тогда организуют или... Опять же, я могу взять на это. Потому что я же... Для меня... Я же делал производство в свое время. 20-30 лет назад, когда еще была у нас возможность в стране что-то делать, у меня были малые предприятия. У меня было производство. У меня тут и паяли, и собирали, и делали. У меня много чего тут было. Пока была возможность. Но когда вот так вот начали за горло душить, я просто сказал, ребята, до свидания. Поэтому я могу поднять вот небольшое производство, 5-10 человек, там, чтобы с оборотом, там, сотню тысяч долларов, там, ну, а то и больше. Пожалуйста. Но давайте вместе соорудим чего-нибудь. Можем сделать. И будет тогда это все. Но я поэтому вам и даю все, что... Не могу я, не могу я что-то сделать здесь. Просто так. Так. Все. Давайте набрадуем 4 варианта. Вот фольги и модуляции делают 4 варианта. Фольги и модуляции делают чудеса. Да? Ну, так поделитесь. За сколько подойдите готовы? Мать постоянно болеет. Или можно в аренду взять, попробовать. Ой, что мне с вами делать? Не знаю. Прямо. Понимаете, мне вот хочется всем помочь. Хочется. Я же говорю, мне столько обращаются людей. Там просто, ну, там такие вот расписывают. Такие слезы льются. Мне просто, понимаете, мне вот здесь вот дерет, дерет, дерет. Но что я могу сделать? Ну, не могу я разорваться. Ну, не могу я просто. Или мне только вот целыми днями клепать вот это все. Ну, смогу я там, вот, ну, сколько, ну, в месяц, ну, комплектов 10, например, вот я таких могу с посохами делать. Ну, и все. Ну, я буду, мне надо все забросить. Все дела, все вот это. И только заниматься. Да, могу построить на этом бизнес. Вот сейчас распродавать. Ну, кем я стану? Просто буду продавать, и все. Да, будет польза, согласен. Людям будет польза какая-то. И все. Все, а дальше кто этим будет заниматься? Кто это будет все поднимать? Кто это будет разрабатывать? Найдите мне еще кого-нибудь, кто это может сделать, понимая, что он делает. Потому что вот это все, это то, что собрано, это я все знал, что я делал. А другие вот, там, многие, кто хватается за это все, они просто вот, а давайте так сделаем. И вот из пустого в порожнее, там, да, методом тыкового, не скажешь, что научного. Вот. Что-то делают, творят, и получится у них, не получится, на вред и на пользу. Они не понимают ничего. Или я буду разработчиком, и буду разрабатывать, и вот это, внедрять это людям в жизнь. Ну, или, да, или займусь сейчас бизнесом, производством, и все, и закроюсь как разработчик. Что выбираете? Мне, мне, мне лично, конечно, да, я согласен, мне бы сейчас вот подзаработать, потому что я и так уже, особенно последний год, просто в ажиотаже сплошном, вот с этой бедой, которая происходит, просто, ну, не до заработков. Так, все, наверное, закругляемся, 4 варианта, за сколько по здоровью, где найти схемы, для самостоятельства. Все есть, есть у меня на канале, и все есть. Ребята, вы что, настолько подробно все расписано? Вот сейчас еще, я говорю, по посоху, вот в ближайшем месяце как-то сделаю еще там, ну, какие-то варианты, еще там, это все есть подробно, как использовать, какие материалы. Ну, я не знаю, ну, что вам еще надо? Несколько уже схем генераторов, хотя я к этим генераторам, по идее, никакого отношения не должен иметь. Ну, уже и генераторы вам всяких накидал. Уже 3 варианта, вот, на трех деталях, там, вот, тот, который вот с полевиком, да, помните? Вот, и вот такой вот генератор, пожалуйста, такой делайте. Вы, так, значит, нет, не буду. Переходить дорогу в фибриде себя. Так, да, конечно, в том-то и дело, я поэтому и стараюсь очень осторожно говорить об этом, стараюсь как-то не... Потому что, да, да, у меня тут, у меня, потому что происходило вот в стране последние полгода, да, ну, не последние, даже больше, с августа месяца, я тут тоже жду, наверное, ко мне постучаться. А по этому поводу, тем более. Так, напомню, если не трудно, где подробную схему найти, у меня все есть, зайдите на канал, там все есть, подробнейшее, какие детали, какие, где брать, сколько, чего, ну, я не знаю, что можно расписывать. Все у меня есть на канале, вот, вот канал, вот я вам сейчас общаюсь, мы общаемся на моем канале. Не понял, если не трудно, где подробно, так, все, наверное, на одном дыхании посмотрел, будьте дорогу, оставьте связаться. Допишите, у меня почта, почта есть на этом самом, я скайп напрямую не даю, телефоны никакие не даю, потому что подозрительные личности стучатся, и по-прошлому я знаю, как, ну, свободно я никому ничего не даю, потому что чревато последствиями. А почта, вот, у меня же на канале, опять же, на канал зайдите, о канале, вот, есть вкладка о канале, и там у меня есть почта, пожалуйста, пишите на здоровье. Ладно, все, наверное, закругляемся, полтора часа уже проболтал. Что, еще какие последние пожелания? Все, ваши виды, здоровье на весе, да, вам тоже, тоже старайтесь, держитесь. Ребята, я вам говорю, сейчас все только начинается, все, что вот происходит, все только начинается. Вот, опять же, вот, представьте себе, вот этот террор, который происходит и у нас, и вот там, сейчас, вот, в России, вот, это все, это все было подготовлено. Вот, вот, по-вашему, раз, гвардию тоже, да, для, тогда, это ж, когда начиналось все? Это, это уже тогда шла подготовка, вот, 20 лет назад, это все уже готовилось к этому дню. Поэтому, или вы думаете, что делать, или нас просто, просто бульдозерами растисят. Так, больше стримов, здравия. Да, я постараюсь как-то все-таки побольше со стримами, но вы вопросы готовьте, потому что я тоже, я могу вам все рассказывать, объяснять, но я же не могу только просто болтать с вами. Давайте что-нибудь, ну, какие-то злободневные ваши дела. И меня интересует, да, ребята, еще меня интересует, ну, давайте мне материалы, все вот, ну, сделали. Ну, вам что, сложно у всех мобильники, у всех видео? Ну, поснимайте, бросайте мне на почту. У меня в Телеграме, я же вам давал, в Телеграме у меня есть каналы. Вот, пожалуйста, там записывайтесь, подписывайтесь, кидайте. Мне вот, я говорю, сейчас с посохом готовлю, из людей, вот, вытягиваю, вытягиваю, знаете, как по словах рассказывает, все, вот, вот, мне то, 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 мне такое, а такое, а вот, ай-яй-яй, вот, все, прямо, прямо вот, вот, бабочка такая порхающая. Блин, ну, говорю, дай, дай, ну, дай, ну, сфотографируй хоть чего-нибудь, ну, что, какие, все заглох. Ну, что у вас так тяжело это все? Вы же на благо, это, это я же не для себя, это мне, мне лично это же не надо. Конкретно, я это все знаю, это все понимаю, я знаю уже, мне тысячи, уже, ну, не знаю, не тысячи, уже можно говорить на десятки тысяч проведено опыта во всем мире. Мне откуда только сообщения не присылают. Ну, со многих стран, уже и с Америки тоже, вот, с Израиля, с Франции, Польши, ну, с России-то вообще там уже, со всех сторон мне шлют данные, что, чего и как. Люди, ну, я не знаю, ну, думайте, думайте, что нужно это вам или нет. Не мне это надо, я же говорю, я на этом, видите, я же не зарабатываю на это, я на этом не, сижу, мышь, так сказать, ну, как это называется. Называется, просто мышка такая, вот, сижу и все, ну, волчонок, ладно. Все, всем счастливо, всем до свидания. В ближайшие выпуски, вот, порадую вас вот этим вот, интересным. Все, будьте здоровы.